Приветствую вас мощные богомолы, с вами Федорович. В прошлом видео, которое вы можете посмотреть в описании, я вам рассказал про самый скандальный бой в истории бокса между Леноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом, которые окрестили аферой века. Но мало того, что окончание поединка завершилось шоком для всех любителей экспертов бокса, вся эта история практически мгновенно заимела продолжение в виде реванша, который назначили ровно через 8 месяцев на 13 ноября 1999 года. А злой гений Дон Кинг в очередной раз показал коллегам, как нужно творить историю. Ведь из человека, которого уже списали со счетов, он феерично вернулся в тему, став богаче на 300 миллионов долларов благодаря первому бою, да еще и организовав реванш, который также принес ему немало нулей на банковский счет. Но нужно сразу сказать, что в этот раз Кингу уже не удастся так просто прокрутить что-то подобное, как в первом бою. Ведь после первого поединка было внутреннее расследование такого, мягко сказать, непонятного судейского решения, и двое судей были лишены лицензии на год. Но весь скандал и шок после первого поединка, конечно же, привлек еще больше внимания и интереса к реваншу, чем по полной воспользовался Дон Кинг, максимально заработав на этом бою. Но перейдем к самому бою. Первый раунд был довольно равным, как и в первом поединке. Льюис больше работал с дистанцией и попадал. Второй раунд также остался за Леноксом в такой же манере. А вот третий, как и в первом бою, можно было отдать Холифилду, особенно когда он вырвал концовку. Четвертый прошел в обоюдном обмене. Льюис стрелял с дистанции, а Холифилд отлично сокращал и неплохо попадал. В пятом раунде началась настоящая рубка. Оба тигра выбрасывали короткие, но мощные серии, часть ударов с которых доходила до цели. Шестой прошел в таком же режиме, но все-таки Ленокс был немного лучше. Седьмой раунд просто взорвал публику в зале. Льюис здорово начал, четко пробиваясь с дистанции и встречая нырки Холифилда своим бетонным апперкотом. Но в середине раунда Эвендер пару раз четко попал крюками по Леноксу и всем, включая комментаторов, показалось, что тот поплыл. Но на последних секундах раунда Льюис показал, что он еще в строю. Восьмой раунд. Ленокс полностью взял под контроль. Он обстреливал Эвендера с дистанцией сериями по 3-4 удара и не давал тому сближаться. Продолжение следует... В девятом раунде Холифилд активизировался и шел вперед весь раунд в попытках достать до головы Ленокса своими тяжеленными кувалдами. Но при этом и сам пропускал апперкоты. Но все же раунд остался за Эвендером. Субтитры создавал DimaTorzok Десятый прошел как-то ровно, под контролем Ленокса, но без каких-либо тяжелых ударов. Одиннадцатый однозначно остался за Льюисом и его жесткими короткими сериями. В чемпионском раунде оба Тигра выдали по максимуму то, что у них осталось и показали настоящий бой. Но все-таки Ленокс был немного лучше и двое из трех судей отдали этот раунд ему. Бой закончился и все зрители и эксперты с замиранием сердца ожидали судейского решения. А какое оно будет, вспоминая первый поединок, никто даже не догадывался. Ведь этот бой Холифилд провел гораздо лучше, чем первый, в котором-то была объявлена ничья. А учитывая, что он так и остался подопечным Кинга, произойти могло все что угодно. Конечно, по поединку все равно все понимали, что победу должен был одержать Льюис, но все это понимали и в первом бою, а получили то, что получили. Судейское решение было таким. 115-113, 116-112, 117-111. Единогласным решением судей, чемпионом мира и обладателем четырех поясов становится Ленокс Льюис. Все-таки в этот раз Дону Кингу не дали применить никакие фокусы, и результат боя оказался справедливым. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой бой вам понравился больше, первый или второй. Обмазывающий сильный, атака слева, атака справа, атака слева, атака справа. Это называется лепить. Наше упражнение, секретный комплекс упражнений по медитации. Старайтесь эти упражнения, значит, не светить нигде. Шарики солнечные. Ставим. Какой едиот будет вот так вот на раз идти? Нет, вот так я набегу, да. Вот я стою на дистанции. Успевайте. Успевайте. Успели? Хоть один раз идти. Ничего не успевайте, а это убит. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...